Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня мы будем вместе с вами тестировать косметику с Алиэкспресс, а именно производители Фокалюр. И будем делать вот такой вот красивый вечерний макияж. Начнем мы с вами с тона. У меня вот такой вот спонжик. Матч Макс. Вот такой вот розовенький. Он в артикуле 06, софт пинк. Вот так он выглядит. Сейчас покажу вам все поближе. Я не очень люблю наносить тональные основы спонжиком. Но опять смотря же, какой спонжик. Потому что некоторые из них прям наслаивают так, что получается эффект маски. Мне такой эффект отнюдь не нужен. Смотрите, здесь на нем написано, не видно, поближе покажу потом Фокалюр. Он вот такой вот скошный, он у девчонки очень мягкий. Он прям бархатный. В отличие от других спонжек, которые у меня есть, он как бархат. Мне кажется, он должен тонко достаточно наслаивать. И вот такой тональный крем Кавер Макс. Вот так выглядит коробочка. В оттенке, девчонки, у меня 0,7. В оттенке 0,7. Это огромный просто баллон тонального крема. Вот так он выглядит. Он в стекле. Да, несмотря на свою цену. И производитель, да, вот так вот заботится о клиентах. В стекле за такую цену. Тональный крем такого объема. Ну, на самом деле здорово. Сейчас посмотрим, как он поведет себя на лице. Да, вот здесь написано фокалер. И он очень мягкий. Если вам камера передает, да, он прям как будто сверху такой бархатистый. Вот упаковочка 0,6. И вот тональный крем. Оттеночек 0,7. Я выбрала. Так, информация. По-русски, естественно, ничего здесь нету. Это матирующий крем. Я сейчас сделаю вам сводчик. Достаточно удобный дозатор такой носиком. Это здорово. Вот сводч. Это мой оттенок, я уже вижу. Сейчас мы его с вами растушуем, посмотрим. Растушевала его спонжем. Видите, неркен немножко желтеть. Но вот такие продукты мне очень подходят. Я такие люблю для лица. И вот как выглядит спонжик, да, после растушевки. Хорошо, кстати, очень тонко тушует. Это здорово. Крем действительно матирующий. И, как вы видите, впору он не забился. В принципе, как есть без него, так и с ним. Сейчас посмотрим, как на лице. Поехали. Буду наносить небольшое количество. И посмотрим, хватит или нет. Да, у него такой немножко желтоватый подтон. Сейчас посмотрим, насколько он хорошо подстраивается, подтон кожи. Ой, спонжиком безумно, кстати, приятно этим работать. Прямо вот каждое прикосновение к коже удовольствие. Сейчас половинку лица сделаю и посмотрим, сравним. Тонко-тонко, хорошо кладет тональный крем. Это здорово. Красота. Да, это мой оттенок. Прямо это мой любимый оттенок. Видите? В принципе, разницы практически не видно по цвету. Слегка пока желтит. Но мне кажется, он сейчас подстроится. Я прям в этом даже уверена. Вот половинка лица перекрывает все недостатки. То есть какие-то покраснения перекрывает хорошо. Можно под глазки еще немножко добавить побольше. В морщинке вроде не забивается пока, хотя он эматирующий. Сейчас посмотрим, скатается ли на верхнем веке. А так перекрывающая способность классная. И аромат у него какого-то парфюма классного. Еле-еле уловимый. Здорово. Пока нравится. И нравится то, что спонж очень тонко кладет тональный крем. Потому что я не люблю, когда такое ощущение грима на лица. Слишком плотного тонального покрытия. Я прям это терпеть не могу. Так как тональными средствами пользуюсь редко. Не на повседневной основе. Не, здорово. И он невесомый. Я его на коже не чувствую. Лицо мотированное. Но мотированное не так, чтобы подчеркивать все какие-то недостатки, морщинки. Он такой мягенький. Мотированное, увлажненное. Вот как-то так, да. Потому что некоторые мотирующие крема, допустим, вот как от Иван, мне очень нравился в свое время. Они все равно любое шелушение, любую сухость будут подчеркивать. А здесь нет. Все отлично. Не, здорово перекрывает. Потому что у меня есть покраснение. В основном сейчас в холодное время года. В Т-зоне. Классно. Сильно и возможно какие-то шелушения он и будет подчеркивать. Но это будет подчеркивать любой тональный крем. Шелушение нам нужно перед макияжем убирать все лица. Сейчас еще немножко добавлю на нос. Прям капельку. Очень хорошо спонж наносит. Нравится. Из того, что у меня было, прям вот нравится. И он такой бархатный. Красота. Ну и все. Да, он такой вот, знаете, не то что желтит, а легкий какой-то элемент загара. Не сильно отличается от моей шеи. И вот с этой стороны уже начинает подстраиваться. То есть я разницы вот здесь по контуру особо не вижу. Хорошо, с тоном я угадала. Значит, это прям мое-мое. Классно, здорово. Перекрывающие способности. Все отлично. Поехали дальше. У меня есть еще пудра от Фокалерного. Мы ее оставим на потом. Сначала мы с вами сделаем контуринг. Для контуринга у меня продуктов нет, поэтому я выберу какой-то свой. Я возьму сейчас, наверное, вот такую палеточку Фаберлик и отсюда возьму контуринг. Он еле-еле такой заметный, деликатный. Выделяем с вами скулы. Я немножко сейчас, знаете, как делаю? Мне так больше нравится. Не заканчиваю вот здесь возле губ, а довожу до подбородка слегка. Да, видите, разница уже. Вот здесь прям гораздо уже лицо. Довожу до подбородка. Подчеркиваем еще, потому что у Фаберлик достаточно... Деликатный контуринг практически незаметный. Очень естественный. По контуру лица. Вот я что-то напитнила. Вообще, по-хорошему у нас с вами контуринг, который... Господи, рассыпчатый, да? Наносится после пудры. Если бы он был кремовый, то мы наносили с вами до пудры. Но я пудру на все лицо применять не буду. Я ее буду так частично. Поэтому наношу до. Так, немножко эффекта лифтинга добавляем. Поднимаем наши века вверх с помощью контуринга. Да? И линию роста волос. Олба. Еще добавим. Вот так, смотрите, одна половинка лица уже сильно отличается от другой, да? Она гораздо лучше. Сейчас еще носик. Носик я иногда делаю тонкой кисточкой, а иногда прям вот это, вот так вот ее чпок. И проводим линии. Проводим линии и немножко кончик. Все, он настолько деликатный, что его незаметно, но в то же время он свое дело сделал, скажем так. Вот. Теперь вторую половину так же. Контуринг готов. Теперь добавим немножко румяшка из этой же палетки Фаберликовской. Прям совсем чуть-чуть на яблочке. Чуть-чуть, еле заметно. Все. Теперь, девчонки, у меня еще есть в посылочке карандаш для бровей. Не карандаш, а как это правильно называется, девчонки? Вот с такой вот кисточкой. Вот коробочка. Это все у нас тоже. А, это Fluff Max Focalure в оттенке 0,3. Deep Brown. С вот такой вот кисточкой трехгранной, да? Маркер для бровей, наверное, скажем так. Вот так он рисует. И вы знаете, я когда получила посылку, я сейчас покажу поближе, я уже сводчила. Я не смогла потом его с руки оттереть. То есть мне пришлось применять гидрофильное масло. Просто так он не оттирался. На самом деле мега-стойкий продукт. Вот в такой коробочке. И оттеночек 0,3. Deep Brown. Вот как выглядит сам продукт. Ну так довольно стильненько, лаконично. Смотрите, какие тут щетинки. Четыре штучки их получается. Так, уже измазалось. И вот сводч. То есть это достаточно такой темный, холодный, коричневый оттеночек, да? Ну, прорисовывает прикольно. У меня, девчонки, на бровях татуаж. Но так как он бледнеет, и сейчас под мой цвет волос серый татуаж смотрится как-то не очень. Он у меня такой серый, без коричневого какого-то потона. И мне хочется добавить вот именно коричневого. И сейчас мы с вами попробуем проработать бровки вот такими вот движениями сначала вверх. Слушайте, волоски хорошо рисует. Ярче становится. И потом немножко вот так в сторонку. Как-то давным-давно заказывала на Алиэкспресс подобный карандаш. Но совсем какого-то неизвестного бюджетного бренда. Я так и не смогла им пользоваться. Здесь все нормально. Волоски рисует. Так, дальше, когда нам нужна тонкая линия, мы тогда вот этим самым длинным с вами кончиком ее прорисовываем. И можно по низу линию прорисовать. Вот так. Не очень коричневые, конечно, они у меня получились. Все равно серый таташ, он как бы все забивает. Они у меня такие темно-серые теперь. И только когда приглядишься, можно увидеть коричневый. Но это для брюнеток однозначно. Вот этот оттенок, 0,3-й Ди Браун, это для брюнеток. Совершенно точно. Сейчас сделаем аналогичным образом вторую бровку. Вторая бровь готова. Удобно такими маркерами прорисовывать те участки, где у нас не хватает волосков. Смотрите. Все. Поэтому при нанесении я тоже очень быстренько подправляла, если куда-то заезжала. Иначе все. Въелась и не сотрешь уже. Еще у меня в наборе есть тинт. Тинт для глаз. Вот так выглядит коробочка. Я его уже тоже посвочила, потому что не терпелась. Уж очень красивые там картинки. И выглядит он потрясающе. Вот здесь вот оттенок написан. 17-й оттенок. Вот так он выглядит. Тинт тоже, кстати, мега стойкий. Не могла смыть с руки. Сейчас покажу вам все поближе. Вот такая баночка. Это сухой тинт, который мы должны с вами наносить либо на базу, либо мокрым способом. Вот как выглядит коробочка. Так, где у нас оттенок? Вот у нас 17-й оттенок. Аква. Акватический такой оттеночек. Информация. Кстати, косметиков и калеры, девчонки, не тестируются на животных. Я была приятно удивлена значку этому на коробочках. Вот как выглядит сам тинт. Он очень красивый. Вот как он выглядит в баночке. И вот так на пальце. Фокус. Смотрите. Но он приобретает еще более насыщенное сияние, когда мы растираем его. Вот такая красота. Это дуахром. И здесь у нас такой бирюзовый цвет с золотом. Видите, золотые частички блестят. Бирюза и золото. Я хочу под этот тинт сделать какую-то подложку из теней. Я выберу, наверное, из палеточки Фаберлик. Не знаю даже, девчонки. Попробовать с рыжим, что ли? Ну не с рыжим, а с таким вот красно-коричневым оттеночком. Сейчас попробуем, как получится. Наношу на веко. Близко к ресничному краю подходить не буду, потому что это, в принципе, бессмысленно. У нас там будет тинт на подвижном веке. И буду растушевывать вот так. Может быть, добавлю вот этот красивый оттенок, ранее такой сиреневый. Слегка. Он немножко перекликается с тинтом по свечению. Таким образом растушевываю оба глаза и, наверное, самым темным оттенком вот этим уголком я затемню внешний угол. И все это дело тушуем как следует. Тени, кстати, от Фаберлик очень хорошо тушуются. Вот так. И нижнее веко. Нижнее веко обычной кисточкой. Сейчас тоже смешаю вот этот красненький и сиреневый. Подчеркнем нижнее веко. Тени жутко сыпятся, конечно. Прямо под глаз осыпались. Немножко поярче хочется сделать нижний веко, потому что макияж будет достаточно яркий сам по себе. Затемнем слегка. Вот так. И подобным образом второй глаз. Тени готовы. Сейчас покажу вам поближе. Вот так это выглядит. И теперь у нас пойдет вход тинт. Но мне хочется перед этим нанести пудру вот сюда. На веки, да? У меня пудра в оттеночке 0,3 на нижнее веко, потому что, мне кажется, тинт будет осыпаться. Все равно, в любом случае, он сухой. Пудра в оттеночке 0,3. Вот так она выглядит. Красивая очень упаковочка прям. Практически люкс-люкс. Вот он оттенок. И сейчас мы с вами ее распакуем. Пудра действительно, девчонки, дорого-богато. Пальмочки. Здесь оттенок. Вот такого она цвета. Надеюсь, она мне сейчас тоже подойдет. И я по тону не ошибаюсь. Смотрите, какая пуховочка крутая. Она очень мягкая такая, как будто велюровая. Сама пудра запечатана. Сейчас мы ее с вами откроем. Так. И здесь вот так еще крышечка приклеена, такая небольшая. И сеточка очень-очень мелкая. Сейчас покажу поближе. Оттеночек классный. Вот как выглядит пудра. Третий оттенок. Информация. Не тестируется на животных. Смотрите, какая крышечка. Классная. Вот она пуховочка. Очень мягенькая. Прям велюр-велюр. Видите? Очень мягенькая. Вот сама пудра. Мелкая-мелкая сеточка. Я попробовала ей сделать свочную, но руке ее вообще не видно. Несмотря на то, что она гораздо светлее тонального крема, вот этого оказалось, она как-то незаметная, как транспарантная, да, подстраивается. Мы сейчас вот так ее под глазки прям полотничком положим. Видите, ее не видно на лице. Ох! Мне кажется, даже лучше это сделать пуховочкой. Чтобы потом, когда у нас тинт будет осыпаться, мы смогли все это дело смахнуть. Так. Вот тут слегка видно, да, потому что я плотно стараюсь наносить. А так вообще класс. Так, все. Приступаем к тинтам. Тинт лучше наносить влажным способом. Мне больше всего нравится вот такой вот стандартной, обычной кисточкой, потому что другой он будет сыпаться очень сильно. И лучше, чтобы она была мокрая, влажная. Либо базу какую-нибудь по тени, чтобы сразу схватывалась. Я намочила кисточку и сейчас будем наносить сами. Так, аккуратненько. На... Все равно сыпется, видите? На подвижное веко. Растирая. Тогда он светится еще круче. Просто вот так вот прихлопнуть его не получится. Нужно растереть. Тогда во все прям начинает играть этот доохром. И очень красиво получается. С тинтами я прям... У меня глаза разбежались. Я не знала, какой оттенок заказать. Но решила, что вот ничего подобного у меня еще нет. Поэтому хочу вот это. Так, но вроде на лицо не сильно много. Осыпалось. Что радует. Так, наносим. Сначала прихлопываем, а потом растирать начинаем. Все. Растирается, и он никуда уже не денется. Я пробовала свочить. Никуда не девается. Еле оттерла. Сейчас не знаю, вот как вот это буду делать. Все оттирать. Опять с гидрофильным маслом. Так, вот так. Теперь можно взять обычно вот такую кисть-пуховочку и немножко сгладить наши все здесь границы. Он поддается еще и тушевочке. Немножко вот так границы подрастащить. Это реально с ним сделать, пока он еще не совсем застыл. Это реально. Мне кажется, вот этот цвет очень подойдет девочкам с синими глазами, с зелеными. Прям красота. Так. Вот он, немножко границу мы с вами подтушуем, чтобы прям так сильно не бросалось глаза, да? И вот он результат. Видите, как мерцает. Тинт классный. Так, то же самое со вторым веком. Оба века готовы. Смотрите. Сияние, да и только. Вот какой-нибудь наряд, очень такой тематический макияж. Можно, конечно, и на все век его нанести, но мне так не нравится. Вот, мне нравится, смотрите, когда у меня глаза открыты, да? Видно только легкую вот эту вот дымку бирюзово-золотистую на подвижном веке. Мне больше нравится вот именно таким образом. Так, что мы еще с вами делаем? Мы немножечко, немножечко тинта добавим сейчас на нижнее веко, вот тут вот прям с краешку, чтобы у нас макияж был гармоничным, немножечко. Прям совсем. Вот так. Да? Видите, в уголках. И растушуем. Так, ну вот, в принципе, и все. В этот раз хочу вам сказать, ну не в этот раз, а вообще, тинты сыпучие такие у меня сыпаются всегда как-то хорошо. Все, мы смахиваем. Да, а вот блески очень хорошо вместе с пудрой смахиваются, которые у нас тут осыпались немножечко совсем. Когда влажным способом, прям замечательно. Так, дальше. Дальше у меня, девчонки, здесь есть вот такой вот лайнер-подводочка. Тоже свочила, тоже мега-стойкая. Вообще красота. Вот так вот здесь коробочка. Суперфайн, да? Я взяла в черном оттенке. Он у нас здесь где-то дублируется. Оттеночек. Нет, что-то нигде. В общем, это черная подводка. Вот так она выглядит. Там, кстати, внутри шарик какой-то. И вот такой вот тонкий-тонкий кончик, девчонки, которым можно прорисовать прям тонюсенькую стрелочку. Смотрите, как тонко рисует. Очень тонко. Приступаем теперь к подводке. Я прорисовываю межресничку, хотя она у меня как бы протатуирована, но все равно у нас сейчас туда попали блестки и нужно все это дело замазать. Очень удобно рисовать, девчонки. Длинный, тонкий наконечник. Я прям поняла, это моя тема. Хоть блестки тяжело перекрыть, но тем не менее. Стрелочка получается. Я люблю такую стрелку не сильно броскую, то есть прорисовала у ресничного контура и слегка увела к виску. Слегка. И соединила потом. Вот таким образом. Все, девочки, стрелочки готовы. Уже прям какой-то совсем другой вид. Мне нравится. Супер. Так, что у нас дальше? Туши у меня нет от Focalure. У меня есть тушь от Evelyn. Вот такая вот розовая, кстати, очень классная тушь. Как она называется? Viva Full Volume and Definition. Силиконовой кисточкой, как я люблю. Еще и с изогнутой кистью, похожа очень на фаберликовскую мискерл. Это черная тушь, поэтому я сейчас накрашу реснички и к вам вернусь. Ну вот, реснички готовы. И уже практически завершенный макияж. У нас осталось с вами два продукта от Focalure. протестировать. Это две помадки. Они обе у нас, по-моему, матовые. Если я не ошибаюсь, одну я уже потестила. Прямо это мое-мое, и она невероятно крутая. Так, первая Stay Max. У нас матовая, да, матовая. В оттеночке 0,4. Вот так она выглядит. Я ее вот еще как раз-таки не носила. Сейчас мы с вами обе протестируем. Нанесем на губы, посмотрим. Так, все прям так запечатано, добротно, не подберешься. Вот так выглядит сама помадка. Здесь написано Focalure. Такой металлический флакончик, вот такой цвет. Он на камеру вам кажется полирозовым, он немножко такой кораллово-персиковый. Кораллово-персиковый сейчас поближе покажу, просвочим. И вторая помадка. Думала, магнитный колпачок нет. Он просто до щелчка. И вторая помадка Focalure, это жидкая матовая помадка уже. В оттеночке 103. Как хорошо, девчонки, что на Алиэкспресс есть отзывы. Можно хотя бы там посмотреть, как в реальности выглядят эти оттенки, тот или иной. Я не ошиблась, совершенно не ошиблась. Вот так она выглядит уже лаконично, такая беленькая. Написано Clay, Clay, да, по-моему, Focalure. И я ее уже носила, девчонки, вот эта помада у меня вообще вызвала восторг. Это нюд. Это очень красивый нюд. Смотрите, какая кисточка удобная, она лопаточкой чуть-чуть изогнутой. Сейчас тоже все покажу. Так, вот они помады, вот которая в стике Staymax 0,4 оттенок. Вот она. Смотрите, какой цвет. Красивый, освежающий такой. Сейчас вам камера передает вот прям таким, какой он есть на самом деле. Так, и вторая помадка жидкая матовая. Вот как она выглядит. Она у нас в оттеночке получается. Вот как вы, Clay, она называется, да, Clay? Правильно я читаю, девчонки? 103 оттенок. Так. Вот кисточка какая. Смотрите. Фокус. Фокусируйся на кисточке. Вот такой вот лопаточкой. Ворсистой, очень удобная. И сейчас покажу свотчи. Вот первый верхний свотч, это у нас матовая помадка. Жидкая. Жидкая, да, которую последнюю показала. Вот этот, это первая, которая в стике. Очень красивые оттеночки. Ну и давайте по порядку наносить. Подбирать помадки будем. Первая, которая в стике. Ой, какая комфортная. Девчонки, слава богу, прошло то время, хотя мне кажется, остались такие помады на Алиэкспресс, когда матовые помады, которые застывают в корку, да, на ваших губах, и получается, бог знает, что она очень нежная. Она такая бархатистая. Невероятно комфортная. А по текстуре прям вот мягкая, кремовая. Супер, девчонки. Вот текстура вообще супер. Посмотрите, какая красота. Блин, какой классный цвет. Прям освежающий. Мне кажется, под этот макияж подходит. Так, и сейчас будем пробовать вторую помадку. Мне прям очень понравилась. Текстура необыкновенная, прям бархат. Хочется наносить и наносить, пользоваться и пользоваться. Очень мягенькая. Я даже не думала, что матовые помады могут быть настолько нежными. Если взять Фаберлик, в скевинске матовые помады они какие-то сухие, они гораздо суше. Единственное, что более-менее похоже, это жидкая матовая помада Фаберлик, да, вот она тоже нежненькая, но это нежнее в сто раз. Прям бархат-бархат, девчонки. Кстати, у меня есть шелушение, но губах она их вообще не подчеркнула. Я в шоке, если честно, от помады за такие деньги, я в шоке, что она практически люкс. Стерлась не из труда с помощью подручных средств. Губы все равно, смотрите, какие яркие на камеру выглядят. Не до конца стерлась. Все равно. Вот так вот, более-менее. Так, и матовая помадка, которая у нас более нютовая, более нюдовая, матовая, жидкая. Сейчас с вами нанесем, посмотрим. Я ее уже наносила на губы, девчонки. Не удержалась. Это прям любовная любовь. Знаете, на что похоже? Вейван. Тинт для губ и щек. Джоли, по-моему. Я про него даже пост в инстаграм писала, насколько он бархатный. Но там менее насыщенная пигментация. А здесь пигментация сильная, но и в то же время вот этот вот бархат. Она еще нежнее, чем предыдущая. Просто когда по губам водите, это что-то невероятное. Тоже кремовая текстура. Невероятно бархатная, которая разглаживает ваши губы. Вот у меня та же история была с тинтом. От Эйван. То есть, я не знаю, что здесь о них в составе, они добавляют, но губки разглаживаются и становятся шелковистыми, бархатистыми. Эти помадки обе не требуют абсолютно никакого контура. Абсолютно. Это очень красивый нюд, который тоже слегка освежающий. Такой, не знаю, не сказать, что прям в коралловый уходит. Она невероятно комфортная, девчонки. Вы смотрите, как разгладила губы. А у меня вот тут прям все шелушится на нижней губе. Какая красота. Прям кремовая, бархатистая, нежная. И она, кстати, тоже стойкая. Я когда ее носила, первый раз проверяла, она практически не отпечатывается на руке. Смотрите. Не практически, они отпечатываются уже. Она у меня съедалась в течение дня. Я целый день ее носила. Именно вот это вот. Съедалась, да. Но только вот к вечеру совсем ее не осталось на моих губах. У меня тоже опять шел, как вот такая вот кремовая, нежная, бархатистая помада, которая разглаживает ваши губки. Может быть настолько стойкой. Все, ничего. Даже на коробочке бы вам показала. Ну, что-то ничего такого беленького нет. Так, ну все, девчонки. В принципе, что? Мы можем еще с вами в конце немножко припудрить лобик. Т-зону. И еще хотела добавить пальчиком прям вот такой вот светлый оттеночек Фаберлик. Забыли мы в уголочек глаза. Чтобы придать сияние, да? И под бровку. Я прям пальцем это делаю. Он как хайлайтер этот оттенок. Чтобы не лезть специально за хайлайтером, всегда можно использовать вот такие светлые тени и на носик. Вот так. Сияние. Чуть-чуть на лобик. И над губкой. Красота. Показываю вам макияж поближе. Девчонки, напишите, какая помада вам больше нравится. У нас получился с вами такой вечерний образ, да? От помады я в диком восторге. Мой окончательный вердикт. Тональный крем невесом абсолютно на коже. Понравился. Вообще понравился. Я его абсолютно не чувствую на коже, он не подчеркнул. Шелушение. Прекрасно. Ссылки на все продукты я вам, кстати, оставлю под видео обязательно. Пудра. Я пудрами пользуюсь крайне редко, но вот так вот под глазки или что-то припудрить вполне себе достойна пудра. С учетом того, что она гораздо светлее, чем тональный крем, и она абсолютно незаметна на лице. То есть она свою функцию мотирования выполнила, да? И все. А цвета никакого нам нигде не придала. Лишнего, ненужного. Все прекрасно. Помады просто, девчонки, дикий восторг. Я вам очень рекомендую. Помады восторг невозможный. Это просто супер. Так, дальше что? Для бровей, смотрите. Тру. Брови никуда не деваются. Посмотрите, какой он стойкий. Не сотрешь. Просто так. Он очень стойкий, поэтому кто такими вещами пользуется, тоже рекомендую присмотреться. Он очень стойкий, только, конечно, грамотно подбирайте оттенок. На Алиэкспресс есть отзывы, где можно посмотреть реальные фотографии. Подводка. Тоже мега стойкая, никуда с глаз не девается. Очень удобный, длинный, тонкий наконечник. Мне кажется, вот даже кто первый раз рисует стрелки, навряд ли сможет накосячить вот именно с таким наконечником. Класс. Тоже. Так, ну спонжик, спонжик. Я в них не сильно разбираюсь, потому что тональной основой особенно не пользуюсь. Часто, да? Поэтому, ну по сравнению с теми спонжиками, что мне были, у меня здесь помада не обращайте внимания, из губ стирала. Все равно спонж стирать сейчас. По сравнению с тем, что у меня были, он очень бархатистый. Он очень бархатистый. Да, он вбирает продукт, как и все, в принципе. Но он очень бархатный и тонкий слой получается. У меня первый такой спонж, который такое невесомое покрытие делает на лице. Да? Так, и дальше что? Что? Помада сказала тинт. Тинт это классный продукт, на самом деле сияет здорово. Что осыпается, да? Они все осыпаются такие сухие. Наносим пудру, смахнули, все, красота, чистота, супер. Тинт красивый и здорово. Дуахром. Мне так нравится дуахром, что он не просто тинт в одном оттенке, а когда дуахром. При каком-то освещении там повернулся, да, у тебя больше бирюзы, при каком-то больше золота. И вообще мне голубые и зеленые не идут. Но почему выбрала вот этот? Потому что здесь именно бирюза. Бирюза перекликается с золотом. Мне кажется, очень гармонично смотрится даже с моим цветом глаз. Ну вот и все, мои хорошие. Все полезные ссылки под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Вокалюр достаточно бюджетная косметика, но качество, девчонки, прям вот не по ценам, не по ценам. Я бы в три раза больше оценила по деньгам вот эту вот всю косметику, которую мне сегодня прислали. Помады прям вообще я не могу. Просто супер. Косметика такого качества это круто. Я не ожидала. Это моя первая такая удачная косметика с Алиэкспресс. Именно Фокалюр. Я очень рада, что мне удалось ее попробовать, протестировать. Все супер, все понравилось. А вы напишите, девчонки, какая помада вам больше понравилась. Обязательно под видео. И что из этой косметики вы пробовали Фокалюр. Мне тоже интересно, потому что мне хочется тестировать ее и дальше. Я знаю, там есть крутые палетки теней очень, которые тоже сравнивают с люксом, но цена на бюджетнейше. Ну и все. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.